Какую Audi можно купить за 3500? Вообще, можно ли купить живую Audi за 3500? Давайте посмотрим на примере вот этого образца А6, универсал, 95-й год, 2.0 бензин, важно, почему, сейчас расскажу. В общем, вот такой зеленый экспонат у нас на продаже. Сейчас вот честно глянем, что в ней так, что в ней не так, чтобы понимать, за 3500 можно купить Audi или нельзя. Живую. В телеге больше всегда раньше, ссылка профиля, залетайте, а скоро конкурс. Итак, первое, это бензиновый мотор двойка, это класснейший бензиновый мотор, и почему это хорошо? Потому что у дизеля таких годов я уже, например, не рекомендую никому, там живого мало чего бывает. Здесь же простые, поменял свечи и ездить дальше, так что вот эта двойка, это хорошо. Это вот делали машины, да смотри, место под капотом, что хочешь, можно сделать самому, еще там уснуть можно, когда зимой холодно. Второе, что хотел бы отметить, это кузов. Я не знаю, как это у них получалось, у этих Audi 90-х, 80-х, но это очередная Audi, которая ни хрена не подвержена коррозии. Вот ты смотришь на нее, живая. Третье, это универсал. Это важно, кстати, фаркоп еще имеется. Универсал наш народ любит. Ты посмотри сюда, как тебя делали. Ковролинчик, да? От собачку посадить можно сзади, Джек Рассела не убежит. Это еще живая штука. 95-й год. Что, может тут еще и что лежит? И что-то еще и лежит, ты посмотри, полноценная запаска. Ну, тут можно стиральную машину везти без проблем. Это пока все хорошо. Что ж плохо-то? Пока не знаю, давайте смотреть вместе. Сзади посмотрим. Ну, да, карта двери. Вот это отмечу, состояние офигенно сохран. Там, ну, я вот эту хрень, конечно, бы эти чехлы поменял бы точно. Они выглядят убожески, но это расходник, это не считаем. В основном темно-си... Давай туда вон, проникай, проникай. Здесь сверху нормально, все, ничего не провисше. То есть тоже вопросов нет. Тут та же история, карта двери без вопросов. Торпеда, посмотри, состояние хорошее. Говно чехлы. Вот честно, чехлы, говно. Это меняем. В остальном-то за 3 500, а? Я сейчас туда сяду. Классика жанра. Все приборы работают, музыка работает. У нас климатическая установка. Обратите внимание, полноценный климат здесь стоит. Пятиступка родная. Электрорегулировка зеркал. Регулировка фар. Хрен узнает, работает, не работает, но была. Стеклоподъемники передние. Обалденное состояние торпеды. Тут тебе оба выдвигается как. Есть маленькие нюансы по технике. То есть там с гидроусилителем побаловаться надо. И немножко залезть в подвеску. Но это честно. Ну вот. Я ничего вам, ребят, не говорить не буду. Я вот что увидел, то вам показал. Цена 3 500. Состояние показал. Технический движок работает. Чуть-чуть с рулем разобраться, с подвеской. В остальном. А еще лобовое стекло поменять при желании. Оно тоже треснуто. Все. Все плюсы, все минусы. Вы видели все сами. Я ничего не говорю. Автохаус Гранд. Зеленая ласточка. Будет ждать вас именно здесь. Весконтакты в профиле.